сегодня я расскажу и покажу вам какие противопожарные системы есть на танкере турмисс файр систем аварийный пожарный насос это силу туру помещение с баллонами с углекислотой или углекислым газом это помещение называется home and fire control room всем привет сегодня я расскажу и покажу вам какие противопожарные системы есть на танкере рангет учителя рассказывать не буду у всех было уже в школе знаете как ими пользоваться начнем со спринкерной системы пожаротушения на английском она называется water miss fire system если простыми русскими словами то водяная система решения на данном сумме на установлен над главным двигателем над каждым дизель-генератором сепараторами над зонами вспомогательных котлов композитного котла инсенератора и генератора инертного газа на этой панели указано каких зонах эта система работает эта система так есть насос есть танк с пресной водой это всасывающий клапан из танка с пресной водой он абсолютно всегда должен быть открыт и вода в танке должна присутствовать над каждым механизмом который я перечислил установлены пожарные извещатели flame and smoke detectors то есть световой и дымовой извещатель если сразу два эти детектора активируется то что сразу же автоматически запускается этот насос открывается соленоидный клапан на данный механизм и вода начинает распыляться над данным механизмом через распылитель как видите каждая магистраль подписаны позже поднимусь я покажу как выглядят эти детекторы и покажу как будет водяной распылитель также на каждая сплинкерной системе есть ручной режим запуска в случае того если соленоидный клапан не открылся или вы обнаружили что пожар над данным механизмом то вам нужно перевести управление системы на местный режим затем вам нужно открыть нужный соленоидный клапан вручную сейчас клапан закрыть вам нужно его будет перевести в другое положение и затем запустить насос давайте покажу как это сделано взяли отвертку и праве роли в противоположную сторону как видите есть ограничитель поэтому не ошибетесь после того как вы открыли запускаете насос его начинают нагнетать воду на манометре появится давление и данный механизм начнет расшаться пресной водой как работает противопожарная система на судне должен знать абсолютно каждый член экипажа независимо от должности будет практикант матрос или капитан знать должен абсолютно каждый сейчас поднимемся к вспомогательному котлу покажу детектор и раз вылетели затем пойдем покажу систему c1 да кстати это аварийный пожарный насос аварийного называется потому что он может работать от аварийного дизель-генератора он берет за бортную воду и нагнетает пожарную линию на пожарной линии установлены пожарные гидранты и подсоединяется пожарный рукав уже потом оперируем этим рукавом по нужде или тушим или охлаждаем смежные переборки есть три локации откуда можно запустить этот насос это местный станция пенотушения и третья позиция это навигационный мост минимум раз в неделю мы его запускаем и тестируем вот эти два пожарных извещателя это световой флейм детектор если оба этих извещателя активируются автоматически запустится сплинкерная система и через этот распылитель начинает поступать воду точно такие же стоят на всех механизмов которые я перечислил два пожарных извещателя смогу слэм детектор и распылитель вторым котлом тоже самое два детектора смог конь флейм и распылитель думаю все понятно идем дальше это кстати ойл мисс детектор извещатель масляного тумана если будет прорыв масла или топлива образуется естественно туман сенсор вылавливает его и выходит сигнализация и механик идет и проверяет данную зону всего по машинному делению более 20 штук таких детекторов установлены через эти сопла поступает углекислый газ сейчас пойдем к помещению с этой системой все покажу и расскажу да кстати рядом с каждым механизмом которого есть сплинкерная система есть местная кнопка запуска то есть не нужно бежать в рулевое помещение нажали эту местную кнопку и сплинкерная система начинает работать данная а и а и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так выглядит это помещение В этих баллонах находится углекислый газ СО2 На данном судне система СО2 используется для тушения пожара в машинном отделении и в насосном отделении Для машинного отделения применяются 196 баллонов, а для помпового отделения 34 баллона Теперь давайте расскажу как запускается эта система Запускается она только с разрешения капитана и никого больше Капитан должен убедиться, что все покинули машинное отделение После того он дает команду на активацию этой системы Это кабинет станции активации системы СО2 в помповом Левее машинного отделения После того как вы открыли кабинет в машинном отделении или в помповом Сработает звуковая сигнализация И на световой колонии сигнализации загорится индикация СО2 При этой сигнализации моряки должны немедленно покинуть помещение Бросаете все и немедленно на выход Думать ничего не нужно А прямиком на выход Иначе это будет последнее, что вы услышите в своей жизни Открыли кабинет Сработала сигнализация Затем вам необходимо выключить все эти воздушные вентиляторы С помощью этого тумблера Убедиться, что все двери закрыты Ниоткуда не поступает свежий воздух И естественно убедиться, что никого в помещении нет Открываем клапан из пускового баллона И опускаем пусковую рукоять Это автоматический клапан подачи газа в машинное отделение Он автоматически откроется Давайте расскажу на примере машинного отделения Этот клапан в помповое Этот клапан автоматом открывается Срабатывает конечник аварийной остановки всех механизмов Остановится главный двигатель Остановятся все генераторы То есть произойдет блэкаут Судно полностью обесточится Затем Затем Активируется тайм-делей юнит Это таймер активации баллонов Проходит 30 секунд И начинают открываться баллоны Один за другим И газ начинает поступать в машинное отделение Углекислый газ начинает смешиваться с кислородом Тем самым уровень кислорода падает И огонь перестает гореть Если кратко То СО2 убивает кислород в данном помещении Поступать он будет в жидком состоянии А из распылитель Который я показал возле котла Будут выходить парообразно Если в автоматическом режиме Это не произошло То открываете этот клапан вручную Происходит остановка всех механизмов Этот клапан для помпового отделения Выдернули кольцо Подняли ручку Затем на любом баллоне В данной группе Машинного отделения Либо помпового отделения Которое вам необходимо активировать Выдергиваете кольцо И опускаете ручку Для подачи газа Точно так же все баллоны Открываются И начнут покупать СО2 Помните Эта система Эффективна только если она будет Полностью герметична И ниоткуда не будет поступать Свежий воздух Также на каждой станции Будет то станция пенотушения СО2 Либо сплинкерная система Обязательно есть инструкция По использованию Здесь думаю все Всем все понятно Объяснил Если что непонятно Спрашивайте Идем в фонстейшн Это помещение Называется Foam and Fire Control Room Моряки просто называют Это помещение Foam Station Или Foam Room Здесь находится Станция пенотушения А так же отсюда Можно запустить Систему СО2 Сплинкерную систему Закрыть быстро запорные Топливные и масляные клапана В машинном отделении Так же можно остановить Топливные и масляные насосы В машинном отделении И можно остановить Воздушные и вытяжные вентиляторы Во всех помещениях Начнем с самого основного Это Foam Station Станция пенотушения ФОМ с перевода на русский Это пена В этой бочке Находится концентрированная пена В состав углубляться не буду Данный концентрат Может вступать в реакцию Как с пресной водой Так и с забортной водой В этой бочке Находится 4 куба концентрата С пеной У нас есть пожарная линия По которой поступает Забортная вода От пожарных насосов И Foam линия Которая идет К пожарным мониторам Которые находятся на палубе Вот по этой линии Идет забортная вода К пенным мониторам Но чтобы туда Начала поступать пена А не просто вода То нам необходимо Открыть этот Всасывающий клапан На насос Открыть этот Магнетающий клапан В пенную магистраль И затем запустить Этот насос Запускается он С помощью этой кнопки Затем концентрат Будет смешиваться С забортной водой И из пенных мониторов Будет поступать пена Думаю понятно Следующее Что отсюда Мы можем сделать Это так же Управлять Сплинкерной системой Тут думаю Так же все понятно Аналогично Все тому Что я показал Ранее В рулевом помещении Далее Есть кнопки Аварийной остановки Вентиляции В помповом отделении Кнопка остановки Вентиляторов На камбузе Она так же Останавливает Кондиционер На камбузе И обесточивает Все электропитание Так же есть Кнопка остановки Всех топливных И масляных насосов Остановится Абсолютно все То есть Произойдет Полная обесточка Судна И последняя кнопка Остановит Абсолютно все Вентиляторы В надстройке Так же Здесь есть Кнопки запуска Пожарных насосов Два основных И аварийный Тот что Находится В рулевом помещении Абсолютно Такое же Управление Системой СО2 Отсюда Так же Можно активировать Систему Углекислого Газа Один кабинет Для машинного Отделения Другой Для насосного Все Абсолютно То же самое С помощью С помощью этого Клапана Мы можем Закрыть Всю вентиляцию В машинном Отделении Провернули Клапан Системы Стравливаются В воздухе Все заслонки Закрываются Тем самым Подача Слорода В машинное Отделение Прекращается Здесь Находится Баллон С воздухом И клапана Для Квиклоузинг Вэлвов Или по русски Быстрозапорные Клапана Квиклоузинг Вэлвы Работают Таким образом Если на Немоцилиндр Поступает Воздух То он Активируется И закрывается У нас Три группы Быстрозапорных Клапанов В основном Они установлены На топливных И масляных Станках Все Перечислять Смысла Не вижу Также На каждом Судне Есть костюмы Пожарного С дыхательным Аппаратом Еженедельно Мы проводим Тренинги Все Отработано До автоматизма В машинном отделении И насосном У нас На каждой Палубе Расположены Emergency Escape Прейтинг Аппарат То переводя на русский Аварийный Эвакуационный Дыхательный Аппарат Нужен он Только для Эвакуации Хватили Надели его Открыли баллон И спасайте Свою жизнь Он не рассчитан На борьбу С пожаром Он нужен Только для Эвакуации Расчетное время Кислорода В данном аппарате 15 минут С этим Думаю Тоже понятно Сватили Надели Открыли клапан И побежали Следующее Что здесь есть Это International Shore Connection Нужно Для того Если судно Стоит у причала У причала Или у терминала Возник по каким Либо причинам Пожар И у вас Пропало Абсолютное Все питание На судне То вы Передаете Данный Фланец На терминал Причал Или где вы Находитесь На каждом терминале Любой стороны Есть такой же Фланец Береговые Его подсоединяют И попадают вам Воду на судно И вы уже Тушите пожар Также в случае пожара У каждого члена Экипажа Есть обязанности Которые он должен Выполнять При тревоге Кто-то надевает Костюм пожарного Кто-то Разматывает Пожарные рукава Кто-то Закрывает Вентиляцию Я например Подготавливаю Систему СО2 И систему Пенотушения Все эти тревоги Проводятся И проводятся Часто Пожар Это самое страшное Что вообще Может случиться На судне Конечно Много чего Я не сказал Но в одно видео Все уместить Очень сложно Также существует Очень много Нюансов По каждой системе Я рассказал О основную базу Если что-то Кому интересно Пишите В комментариях Пишите В мой инстаграм Отвечаю Практически Всем Помните Что по статистике 98% Случившихся пожаров На судах Происходят По человеческой вине Или невнимательности Поэтому Будьте внимательны Берегите себя Берегите своих напарников Всем спокойной работы Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Делайте репосты Всем удачи И пока 7 бар 7 бар 7 бар О, гулял ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА